Часть пациентов с COVID-19 могут лечиться и дома. Это позволит освободить койки в больницах для тех, кому они нужнее. Уже на сегодняшний день на 16 лет открыто 459 историй болезни. То есть эти пациенты получают лекарственные препараты на дому. Ситуацию с коронавирусом и возможным переходом на первый этап снятия ограничений обсудили власти республики. На одно село в республике больше. Деревня Новая Ишина в Янтиковском районе приобрела новый статус. Чувашия древняя и вечно молодая. Вся история чувашского народа от первых упоминаний в летописях до сегодняшнего дня в одном издании. Создавать музыку и вдохновлять прохожих. На то, чтобы научиться играть на старинном инструменте Виктора Данина вдохновила математика. Добрый вечер. В прямом эфире Вести Чебоксары. В студии вас приветствую. Я, Оксана Замятина. Чувашия половина заболевших пациентов с COVID-19 выздоровела за сутки минувшие. Прирост инфицированных составил 73 человека. Выписали из больницы 85. К аппаратам ИВЛ подключено 28 пациентов. При этом у нас прибавилось число летальных исходов. За сутки от коронавируса скончались еще 3 человека. Общее число умерших от инфекции у нас 21. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Республики. В ведомстве также добавляют. На сегодняшний день в регионе развернуты 1955 коек для лечения пациентов с COVID-19. Свободны сейчас 414. Тем временем в Минздраве предлагают жителям сдать анализ крови на антитела к новой коронавирусной инфекции. Забор биоматериала производят в 1-й Чебоксарской городской больнице имени Осипова. Анализ платный. Также медики настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, ограничить общение с родными из группы риска, со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями и пользоваться антисептиками. Кроме того, правительство Чуваши выделило муниципалитетам дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Почти 10 миллионов рублей. Больше всех денег из этой суммы направили в Чебоксары. Полтора миллиона рублей. Чуваши готовятся к первому этапу снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. На заседании оперативного штаба по экономическим вопросам власти республики обсудили план действий, который при хорошем раскладе позволит в ближайшие дни добиться улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. Для того, чтобы перейти на первый этап снятия ограничений свободных коек в больницах для пациентов с COVID-19, или подозрением на него должно хватать. С этим пунктом в нашей республике все было не так гладко. По данным Минздрава, нехватка мест объяснялась тем, что уже выздоровевшим людям приходилось лежа в больнице ждать отрицательных тестов. Иногда на это уходили недели. Сейчас эта проблема решена. Лаборатории стали работать с двойной силой. Результаты анализов известны уже на следующий день. Но самое главное, налажено быстрый оборот и быстрое доведение результатов анализов. Это было крайне важно. Потому что, вот я очень часто говорю, что соцсети, вот у меня, например, вчера приходили сообщения примерно такие, что вот вы, Олег Алексеевич, говорите 7 дней, анализы доходят, а у меня там, я не помню, тетя или дядя сдал, 15 дней ждем. Вот эти факты, они, конечно же, никуда не годились. И, конечно же, мы дальше не должны допускать, чтобы после сдачи анализов люди ждали по несколько дней. Как отметил министр здравоохранения Чувашия Владимир Степанов, госпитализация 85% пациентов с COVID-19 оправдана. Их болезнь протекает в тяжелой форме. Однако часть инфицированных могут лечиться и дома. И это позволит освободить коечные места для пациентов, которым они действительно нужны. Те пациенты, которые могут лечиться на дому, которые не соответствуют критериям госпитализации, для этих пациентов открывается так называемый стационар на дому. И уже на сегодняшний день на 16 лет открыто 459 историй болезни. То есть эти пациенты получают лекарственные препараты на дому и, соответственно, полное терапевтическое наблюдение со стороны медицинских работников. Следующее заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в пятницу. На нем власти региона примут окончательное решение, выйдет республика на первый этап снятия ограничений или нет. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов. В центре внимания полицейских оказался 43-летний чебоксарец, который держал у себя дома целый арсенал оружия. Горожанин не договаривает. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Почваши приметили мужчину еще в начале апреля. Тогда он сбыл покупателю охотничьи патроны. В дальнейшем в рамках возбужденного уголовного дела был произведен обыск в жилище данного гражданина, в ходе которого были изъяты предметы и вещества, запрещенные в свободном гражданском обороте. Более 20 патронов, порох и предмет, конструктивно схожий с ружьем, отправили на экспертизу. Согласно исследованию, изъятые боеприпасы были признаны пригодными для производства выстрелов. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Пандемия коронавируса потребовала внести корректировки в пятилетнюю стратегию развития сельского хозяйства Чувашии. Профильный министр представил в ревью главы республики доклад, в котором отметил вновь открывшиеся слабые стороны АПК и пути решения проблем. Одна из них – высокая зависимость от поставщиков кормов. Также нужно наращивать глубокую переработку сельхозпродукции и активнее использовать водные ресурсы. Крайне важно комплексно развивать сельские территории, определить специализацию каждого района республики. Одна из задач в части развития животноводства – введение не менее 5000 скотомест ежегодно в течение пяти лет. Среди стратегических направлений – органическое земледелие и, конечно, хмелеводство. Кооперация с наукой должна усилить эффективность всех производств, считает Сергей Артамонов. Поэтому при министерстве будут создаваться научно-технические советы. В ближайшие годы предстоит решить еще одну системную проблему – размывание функционала в структурах администрации районов в решении вопросов агропромышленного комплекса. Кроме того, устаревают кадры. Нужна целевая подготовка специалистов. Об этом говорим мы уже несколько лет. Если раньше были районы агрономы, зоотехник, инженер, то сегодня зачастую вопросы АПК в компетенции людей, далеких от отрасли, непонимающих отрасли. И результат на местах нет реального понимания развития отрасли. Не во всех районах, но по большей части именно так. Предлагаем закрепить в структуру районов полноценные отделы по развитию основной отрасли, как население, выработать единые коллекционные требования к образованию и стажу. Без управления на местах, считаем, результата не будет. Любые, даже очень хорошие планы реализовывают люди. И причем эти люди должны быть, конечно же, компетентные и способные, самое главное, желающие это все реализовать. Вот в этом направлении, мне кажется, нам в первую очередь с вами надо думать и более усердно поработать. В Чебоксарах количество безработных с начала года выросло в шесть раз. Такие данные приводит городской центр занятости. В столице Чуваши официально безработными числятся более 12,5 тысяч жителей, 546 из которых лица предпенсионного возраста. Отмечу, что в начале января на учете в центре занятости стояли чуть более двух тысяч горожан. Наплыв желающих найти работу начался в апреле, когда глава государства заявила об ощутимой материальной поддержке официально безработных. В столичном центре занятости также отмечают, заявленная потребность в работниках на сегодня составляет 5234. Примерно столько же, что и в начале года. В Чуваши почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей перечислено на дополнительные выплаты семьям с детьми. Речь идет о ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет и единовременной в 10 тысяч детям с 3 до 16 лет. Сколько семей в Чуваши воспользовались такой беспрецедентной формой поддержки, расскажет Лидия Галаттенова. У Алины Лукьяновой пятеро детей, старшие 15. Младшенькая родилась два месяца назад. Женщина сейчас в декретном отпуске. Доходы семьи резко упали. Алина – индивидуальный предприниматель. Точка в торговом комплексе уже несколько месяцев как закрыта. Обязательные платежи никто не отменял. К тому же и муж остался без работы. Помощь, говорит, пришла очень кстати. Единовременная выплата положена на четверых детей, а ежемесячная – на пятого ребенка. Деньги стали для семьи ощутимой поддержкой. Без проблем, никуда ходить не надо, никуда ездить не надо. Потому что во время коронавируса куда-либо выйти с маленьким ребенком – это очень сложно. Сразу получили, я даже не ожидала, что так быстро перечислили. Нам на четвертые сутки уже перечислили. С 11 мая, с момента подписания указа, в отделение пенсионного фонда по Чувашии поступило свыше 128 тысяч заявлений на 186 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Абсолютное большинство из них одобрены. Семьям уже выплатили 1 миллиард 850 миллионов рублей. А около 1 процента платежей вернулись обратно в ПФР. При оформлении заявления некоторые родители неверно заполнили банковские реквизиты для перечисления денег. Сегодня у нас таких 181 человек. К сожалению, до некоторых нам не удалось дозвониться. Мы их уведомили в письменной форме о том, что необходимо уточнить номер счета в банке. Поэтому с этими категориями, конечно, граждане продолжаем работать. А выплаты на детей до трех лет уже оформили практически все имеющие на это право семьи. Охват 95 процентов. В соответствии с указом от 7 апреля за номером 249 мы начали выплачивать ежемесячные выплаты на детей до трех лет. В Чувашской республике такие выплаты производятся, произвели мы почти 35 тысячам семьям. Общий объем сумм 550 миллионов рублей. Ежемесячные выплаты в размере 5000 выплачиваются детям до достижения трех лет. Это за апрель, май, июнь. Большинство семей уже эти суммы получили. Ну, единичные, конечно, остались. Это будет касаться и тех детей, которые до конца июня месяца будут рождаться. Так, перечисленные средства составили 547 миллионов рублей. Родителям, которые еще не обратились за господдержкой, Пенсионный фонд предлагает оформить выплаты, подав заявление через портал Госуслуг. Опекунам необходимо обратиться лично в клиентскую службу ПФР. Лидия Галактенова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. Метеорологи Чувашии зафиксировали переувлажнение почвы. Об этом министр сельского хозяйства республики доложил руководителю региона. Сейчас специалисты оценивают ситуацию. В случае, если сумма ущерба превысит 5 миллионов рублей, будет введен режим ЧС. За последние три месяца осадка выпала на 75% выше нормы. И несмотря на то, что аграрии в этом году вышли в поля раньше обычного, в середине марта, сев длился 2,5 месяца вместо привычных в 2-3 недель. Ирина Ромадова о ходе полевых работ. Несмотря на сюрпризы погоды, урожай зерновых, яровых и зернобобовых в этом году ожидается на 4,5% больше, чем в прошлом. Посевная площадь 548 тысяч гектар. Сейчас завершается яровой сев. На 105 гектарах навешан хмель. До конца недели фермеры выполнят план по посадке овощей. Чего нельзя сказать о картофеле. Картофель посажен на площади 4-8 тысяч гектар. Что составляет, к сожалению, 75% всего к факту 2020 года посадка картофеля продолжается. Прогнозно еще около 150 гектар можем посадить картофель. Но дальше уже сроки не позволят. Погодные условия задержали заготовку кормов. К покосу приступили 16 районов. Скошено больше 7 тысяч гектар. Это почти в 4 раза меньше, чем в прошлом году. Из 100 тысяч тонн сена пока заготовлено лишь 565 тонн. Из 272 тысяч тонн сенажа – 8 тысяч. Низкая температура стала сдерживающим фактором развития болезней и роста числа вредителей. А значит, в этом году понадобится меньше затрат на прополку и химзащиту растений. Сергей Артамонов отметил, что, к сожалению, многие фермеры-чувашии не сдают отчетность. Руководитель региона обратил на это особое внимание. И подчеркнул, что своевременно предоставленные данные нужны для принятия выверенных эффективных решений. Важно, когда случаются чрезвычайные ситуации. То есть на сегодняшний день государство приняло массу решений, очень много решений по поддержке предпринимателей. Вот не могут получить большинство предпринимателей и предприятий. Почему? Потому что вроде бы с одной стороны деятельность есть, а юридически не могут доказать, что у них есть работники в определенном количестве. Или ввели хозяйственную деятельность таким образом, что не сдавали отчетность и так далее. Поэтому это очень важное значение имеет. В этом году на поддержку АПК выделено 3,3 миллиарда рублей. Сельхозпроизводители пятую часть денег уже освоили. Ирина Ромадова, Семен Антонов, Вести Чувашия. На карте Чувашия стало на одно село больше. Деревня Новая Ишина в Янтиковском районе приобрела новый статус. Здесь в рекордные сроки была построена церковь в честь святого Георгия Победоносца. Колокольный звон впервые за более чем 300-летнюю историю деревни разлился по Новоишинским улицам. И стар и млад спешил к новому храму, построенному в честь святого Георгия Победоносца. Чин великого освящения совершил владыка Стефан, епископ Канажский и Янтиковский. Каждое действие торжественной церемонии наполнено особым смыслом. Одно из главных таинств совершается за закрытыми вратами алтаря. Освящается престол. После окропления святой водой его покрывают воском, соединенным с ладаном и серой. Затем в престол забивают гвозди, по давней традиции, камнями. В небольшой церкви светло и просторно. В ближайшее время будут расписаны и ее стены. А еще два года назад мало кто верил, что в деревне свои двери откроют новый храм. И в Канаж ходили. Грифины ездили. Грифины ездим. Быстрее? Два года, наверное, да? Да. Ага, быстро, быстро. Хорошо работали. Молодцы. Слышали первый раз колокольный звон. Даже плакать нам хотелось. Спасибо Елене Игнатьевне Бадаевой. Она все сюда вложила, свою душу. С народа ни одной копейки не собирали. Все она вложила. О добром сердце Елены Бадаевой хорошо знают не только односельчане. Благотворительность давно стала частью ее жизни. Почетный гражданин Чуваший, бессменный депутат Госсовета, никогда не остается равнодушной к проблемам целого микрорайона и отдельного его жителя. Всегда отзывается и помогает, в том числе личными средствами, детским садам, школам, больницам. Более 20 лет проводит благотворительный детский турнир по вольной борьбе. Поддерживает многодетные семьи, храмы и монастыри. Благословение на строительство церкви в родной деревне Елене Бадаевой два года назад дал владыка Варнава. Я знаю, вас владыка очень любит, а вы владыка любили как родного отца. И мы сегодня молились, вспоминали его. Но я думаю, на небесах он сегодня с нами и радуется, что на самом деле еще на Чувашской земле еще зажглась одна церковная лампада. Спасибо огромное, что вы приехали. Для меня великая честь. Все-таки, как бы ни было трудно, Божью волю было, чтобы установить церковь в моей родной деревне. Хотя вроде деревня небольшая, но теперь она будет уже иметь не деревню, а звание село, поскольку мы построили церковь. Первая божественная литургия в новом храме проведена. Совершено уже и таинство крещения. Есть желающие скрепить свой союз духовными узами. Будем ходить в церковь, так говорится. Еще сам не венчанный, виноватый перед Богом. Первый собираешь венчаться. Светлана Познякова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия. В республике построят новые архивы-хранилища. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания Научно-методического совета архивных учреждений Переволожского федерального округа. Оно прошло в режиме видеоконференции. Новое здание передадут государственному архиву современной истории республики. Документы там будут храниться по современным стандартам. Как отметил руководитель региона, в республике уделяется большое внимание развитию архивного дела, в том числе повышению материально-технического состояния учреждений. Сегодня в республике три государственных и 25 муниципальных архивов. Все они имеют доступ к единой базе данных, где хранятся оцифрованные материалы. Сегодня в хранилищах находятся более 2 миллионов 700 тысяч документов. Олег Николаев также отметил, что архивисты вносят огромный вклад в сохранение отечественного историко-культурного наследия и в забережение национальной памяти. На то, что должны быть у нас достоверные архивные материалы, особенно в части недопущения, искажения правды о Великой Отечественной войне, о роли советского народа в Великой Отечественной войне, как раз говорил президент страны Владимир Владимирович Путин, что очень важно создавать центры архивно-документальных материалов, которые бы рассказывали правду, фиксировали бы и давали возможность узнавать людям те героические моменты. На набережной Волги в Чебоксарах все чаще можно заметить одинокого музыканта, который играет на арфе. На то, чтобы научиться играть на старинном инструменте 30-летнего Виктора Данина, вдохновила математика. Вероника Павлова отыскала музыканта-самоучку и узнала, чем же ему так приглянулась арфа. Место рядом с Волгой для занятий музыкой самое, что ни на есть подходящее. Кажется, что сама природа компонирует исполнителю. Мелодия, что льется из-под пальцев Виктора Данина, чистая импровизация. Бывает один-два мотива появляются, но в основном они все разные. Вода льется, она течет, так и мелодия льется, течет постоянно, видоизменяется по ходу, по состоянию. Интерес к арфе проснулся год назад, рассказывает Виктор Данин, когда в одном из чебоксарских колледжей он читал студентам курс лекций по основам программирования. Казалось бы, какая связь, но это тот случай, когда алгеброй можно поверить гармонию. И музыка требует не менее точного подхода, как и наука. Выбор пал на кельтскую арфу. Такой вид инструмента был популярен в Ирландию и кельтов. В скандинавской мифологии с арфой связано множество поверий и легенд. Считалось, что сами боги играли на ней. Виктор Данин согласен, что в звучании арфы есть что-то волшебное и даже сакральное. Когда вы начинаете играть, то есть музыка льется, и уже время как бы оно становится... Отводите в абсолютно другое пространство и мир, где время, оно останавливается. Музыкального образования у молодого человека нет. Он уже самостоятельно освоил варган, глюкофон и барабан. Со струнным щипковым инструментом дело имеет впервые. Виктор изучает его уже полгода. Нередкий день начинает с игры на арфе. Соседи не против, делится музыкант. Я вот пью чай, например, играю на арфе. То есть в целом очень хорошо получается. Ну, мне нравится, по крайней мере, мне. Надеюсь, слушателям тоже нравится. Потому что кто его знает, какой у меня слух. Потому что мне-то кажется, я хорошо играю. У музыканта-самоотчки есть мечта сесть когда-нибудь за классическую оркестровую арфу. Такой инструмент в Чебоксарах есть. Чтобы осуществить задуманное, молодой человек готов даже получить музыкальное образование. Впрочем, говорит Виктор Данин, пока ему больше нравится просто импровизировать. Создавать собственную музыку и вдохновлять прохожих. Вероника Павлова, Никита Углев, Вести Чуваша. Погрузиться в историю малой родины, листая страницы книги. В честь столетнего юбилея республики в Чебоксарах презентовали издание «Чуваша древняя» и «Вечно молодая». Какие интересные факты скрывает книга? Об этом в материале Екатерины Даниловой. Вся история чувашского народа от первых упоминаний в летописях до сегодняшнего дня в одном издании. Над ним трудились ученые ведущих вузов региона и Государственного исторического архива Чувашии. Информацию собирали по крупицам. Мы одна из первых республик, которая быстро преодолела проблему ликвидации неграмотности. Практически все остальные национальные автономии сделали это гораздо позже, чем Чувашия. Чувашия была одним из первых регионов, который активно начал и завершил дорожное строительство у себя. Технологию дорожного строительства перенимали не только соседи, но и коллеги из Средней Азии и Бурятии. Чувашия, в свою очередь, отправляла делегацию в автономию немцев по Волжье, чтобы строить им дороги. Книга буквально пропитана историей. В специальных конвертах размещены уникальные архивные документы. Письмо девятилетней девочке к Сталину, советские талоны, намыло, зубную пасту и маргарин. Листая страницы издания, старшее поколение окунается в свою молодость, а подростки складывают свое представление о республике, мощной и готовой к преобразованиям. У книги есть еще одна фишка. Наведя смартфон и QR-код, читатели могут посмотреть видеозарисовки и фильмы, посвященные вехам становления Чувашии. На презентации издания побывал и руководитель региона. Кажется просто красивая книга. А это, как вы рассказали, остается уже как память, как возможность получения информации. Олег Николаев поблагодарил авторов и руководителя проекта за проделанную работу и наградил их юбилейными медалями в честь столетия Чувашской республики. Чувашское книжное издательство совместно с ГТРК «Чуваша» и «Советская Чуваша» готовит еще один подарок республике – проект «Сурский рубеж», посвященный годовщине строительства рубежа обороны в период Великой Отечественной войны. Но пока все подробности держатся в секрете. Екатерина Данилова, Алена Артемкина, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. Легкоатлеты Чувашии осваивают виртуальное пространство. Инициативная группа бегунов-легкоатлетов в честь юбилея Чувашской автономии проведет беговую многодневку. Подробности соревнований расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Идея провести онлайн соревнования в формате беговой многодневки родилась у легкоатлетов группы Романа Другова. Идею поддержали коллеги. На сегодня проект 2020 обрел не только даты проведения 26, 27 и 28 июня, но и собрал весьма внушительный призовой фонд – 100 тысяч рублей. В связи с пандемией всемирной мы остались без стартов. И мы просто подумали, что-то надо делать, чтобы сохранять мотивацию для тренировок. И решили организовать вот такие соревнования а-ля челленджи. И его попробовать распространить на другие регионы. Благо формат позволяет. Это формат некой дуэли. Беговая многодневка пройдет в трех форматах. Для профессиональных, любительских команд и в личных зачетах. За три дня участникам предстоит преодолеть 30 километров. В формате будем проводить онлайн. То есть бежим в условиях пандемии. Каждый бежит у себя в регионе. Массово нельзя скопление народа. Первый день профессионалы бегут 5000 метров на стадионе. Отсечка идет по третьему участнику. В команде три человека. Второй день бегут 15 километров. Тоже суммируется общая сумма трех участников. И третий день бегут эстафету. Два участника в команде бегут 400 метров 25 раз. В итоге общий зачет идет по времени. Для оформления заявок, технической и информационной работы свой сайт предоставили организаторы международного томского марафона. На сегодня заявки подали более 50 бегунов-любителей. Проектом заинтересовались и профессионалы. По данным организаторов, уже оформили заявки команды из США, Украины. У нас в команде Степа Киселев, потом Саша Иванов и Денис Гаврилов. У нас команда такая уникум. То есть один паралимпийц в команде есть. С подробной информацией об условиях и правилах беговой многодневки можно ознакомиться на сайте Томскмарафон. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия. На этом все. Я с вами прощаюсь. До завтра.